Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю о садах, в зелёных пространствах, о путешествиях, где мы опять-таки обращаем внимание на зелёные пространства и черпаем идеи со всяческих источников. Ну и, конечно, просто отдыхаем и наслаждаемся красотой нашего земного шарика. И так как у многих моих зрителей уже наступила зима, выпал снег, ну, в любом случае достаточно холодно, я решила согреть ваш глаз и душу путешествием по Марбелии или Марбелия. Туда мы добирались из Малаги автобусом, и это заняло у нас примерно 40 минут. Это был, в общем-то, автобус без остановок, экспресс. Есть ещё варианты с пересадками, они занимают больше времени. Первым делом, приехав в Марбелию, это было утро ещё, мы выехали с утра пораньше, мой муж решил зайти в кофейню. Он большой любитель кофе, такого дизайнерского, можно сказать, всегда находит специализированные кофейни и заранее нашёл здесь. Заходим в кофейню, он заказал кофе себе, и я так поворачиваю голову и смотрю, на полке стоят бутылки от рижского бальзама. Опаньки, интересно! Но он сразу спросил у владельца, кто-то имеет отношение к Латвии здесь, и оказалось, что, в общем-то, владелец сам из Латвии, из маленького городка, и уже пять лет живёт в Испании и держит свой вот такой бизнес. Мы поинтересовались также у молодого человека, насколько комфортно жить в Испании, в Марбелии, на что он ответил, если ты расслабишься и будешь жить в русле традиций этого места, то есть никто не напрягается, все, в общем-то, ко всему довольно спокойно относятся, тогда всё будет нормально. Если ты будешь ожидать, что все будут прибегать по первому твоему телефонному звонку и выполнять всё, что обещают, тогда ты себе просто испортишь нервную систему, ну, а, соответственно, и жизнь. Так что это нужно учитывать, если вы думаете переезжать в какое-то место. Посмотрите, поживите и убедитесь, что это для вас. Хотя, конечно, в каждой европейской стране, про другие я просто не знаю, наверняка то же самое, есть чем восхититься и что полюбить, и из-за чего там жить. Вот за такими вот разговорчиками по яркому солнышку и вот такой вот обильной зелени мы дошли до аллеи Авенида Дель Мар со скульптурами Сальваторо Дали. Вы извините, я забыла сказать, что это вторая половина ноября. И, как вы понимаете, это большой плюс по сравнению с другими странами. В прошлый раз мы здесь отдыхали в январе, и днём температура достигала тоже 23 градусов, но ночью было очень холодно, так что нужно было брать тёплую одежду тоже, буквально где-то 5-7 градусов ночью. Что касается этой аллеи со скульптурами Дали, ну, честно скажу, что я предпочитаю, конечно, его картины, не скульптуры. Но, опять-таки, это дело вкуса, все люди разные, у всех разные пристрастия. Но впечатляет, что вот в одном месте столько скульптур, ну, практически музей под открытым небом. Это, конечно, впечатляет. Ну, и, конечно, чикосы здесь вписываются очень симпатично. Я вам уже рассказывала не раз об этом замечательном растении, которое двухполое, мальчики и девочки. И вот тут оно, в общем-то, прекрасно смотрится. Компактное, развесистое и очень интересное и декоративное. Я уже рассказывала, когда мы гуляли по садам Мадейры, но, кто не слышал, можете полейбочки найти в интернете и почитать о нем. Вообще, хочу сказать, что на канале есть плейлист. Зайдите туда, не поленитесь. И там вы можете выбрать, что вы хотите посмотреть. Или английские сады, или Мадейру, или средиземноморские сады. Там все разделено, как говорится, по полочкам. И очень легко ориентироваться, вы можете посмотреть именно то, что вам хочется. Ну, а мы гуляем по парку, наслаждаемся вот этим экзотическим просто парком. И, конечно, черпаем идеи. Вот посмотрите, какая интересная скамейка, или какой фонтан. Все оформлено плиткой. Конечно, нужно помнить, что плитка в жарком климате хорошо работает, в холодном климате нужна специальная плитка, и все равно она не будет навсегда. То есть, так же, как горшки, которые морозоустойчивые, это не значит, что они навеки вечные. Нет. Просто они будут длиться какое-то время, но, в конце концов, они тоже потрескаются и рассыпятся, если вы будете все время их оставлять на улице. Ну, а здесь вы видите, в каком шикарном состоянии фонтан, если учитывать, что он был построен в 1762 году. Неплохо. Ну, а вот это современное искусство уже, скульптура, ну, она вписывается тоже просто замечательно. Ну, и, конечно, опять мощение просто. Это мастер-пис, и я фотографирую везде, потому что вот это, в принципе, можно делать везде, в любой стране. Это будет длиться. А сейчас, в общем-то, этого делать нельзя, но я не могла, в общем-то, воспротивиться, и я просто зашла в жилой подъезд. Посмотрите, какая здесь красота, сказка. Ну, вот, там квартиры, кто-то разговаривал наверху. Ну, в общем, здорово. Посмотрите, какие входные двери. В общем, городок очень шикарный. Морбия – красивый и богатый курортный город с живописным морским бульваром, по которому мы еще погуляем. Старый город великолепно отреставрирован. Его центр образует апельсиновая площадь, куда мы, в общем-то, и двигаемся. И на этой площади расположена мэрия, и окружена она белоснежными переулками, по одному из которых мы сейчас и двигаемся. Вообще, как говорится, не все так безмятежно в датском королевстве, потому что город, хотя и привлекателен для туристов, своим климатом, своим старым центром, он является вторым в Андалусии по размеру, у него достаточно много было проблем, особенно с коррупцией. И был такой момент, вот, кстати, перед нами сейчас находится как раз городская управа, что эту управу из-за того, что там были, в общем-то, финансовые махинации, вообще распустили, и какой-то период город был без своей управы и управлялся центральным правительством. Помимо этого, здесь существуют проблемы, так как привлекают непростых туристов, которых тоже очень много, но и много криминальных товарищей делают здесь свои инвестиции, также здесь просто селятся, и это создает тоже такую, ну, специфическую, скажем, обстановку. Я ни в коем случае не хочу сказать, что здесь плохо, это как-то чувствуется, но такой факт существует. И был большой скандал также, потому что многие люди инвестируют сюда, ну, чтобы приехать на пенсию или просто инвестиция в жилье, чтобы сдавать. Так вот, многие дома после короткого периода оказались в очень плохом техническом состоянии, что даже некоторые невозможно использовать. То есть, вот из-за этих коррупционных схем качество вложений ваших может очень серьезно пострадать, поэтому нужно все хорошенько узнавать и все определенно взвешивать. Ну, а из чисто визуальных таких вещей меня, конечно, здесь поражают две вещи. Несмотря на узкие улочки и компактные площади, очень много зеленых пространств, они очень красивые, очень колоритные. И там, где нет места посадить дерево или какие-то растения, очень много растений в горшках. Они здесь повсюду, обращайте внимание. Ну, а вторая вещь очень меня просто шокировала. Обратите на это внимание, я потом сделаю еще только снимки этого, какая здесь электропроводка на домах. Это, ну, меня это реально шокировало. Мы еще к этому вернемся, а сейчас мы на очень красивой площади, перед очень красивой церковью, в которую мы зайдем, посмотрим, и вы увидите испанское барокко. А вот справа у нас скульптура святого Бернарбе или Бернарбе. Вообще ударение вроде как на последний слог. И это патрон, святой покровитель именно этого города, Бернарбе. Ну, а вот так вот выглядит церковь внутри. Очень красиво. И хотя это барокко, по сравнению с другими церквями, которые мы видели в Малаге, и которые я вам еще покажу чуть попозже, не в этом видео, она выглядит достаточно легкой, не перегруженной. В общем-то, нету таких очень уж утяжеленных украшений. Конечно, очень много золота, но вот с белым такое чувство достаточно легкое, летящее. Ну, и, конечно, вот эти бесподобные Мадонны кому-то нравятся, кому-то нет. Но, в общем-то, они являются символом испанских церквей. Вот такая здесь красота. Пишите, понравилось или нет. Мадонна. Дисклейками. Мадонна. Субтитры сделал DimaTorzok И как я сказала, так исторически сложилось, что естественно в старом центре немного места для зеленых пространств. И что это нам дает? Это нам дает массу идей для маленьких садов. Вот вы видите, как используются здесь вертикали, как много здесь посадок в горшках. Это я все снимаю, пока мои мужчины ищут место, где бы нам покушать. Нас Google послал куда-то не туда, куда надо. И вот мы сейчас в поиске, потому что мужчины уже клацают зубами и хотят есть. Ну а я снимаю мощение. Вообще честно скажу, что поездки для меня это источник вдохновения во всем. Какие-то новые блюда, какие-то идеи для картин, идеи для видео. И я всегда стараюсь посетить новый ресторан. Но здесь Google нас запутал. И в общем-то мы решили пойти в тот же ресторан, который мы уже знали. Но просто попробовать новые блюда. И, кстати, никто из нас не пожалел, все было очень вкусненько. Это был Топаз-ресторан. И, как вы видите, были морепродукты. Также вот это у Саши грибы, картофель и телятина. Конверты из телятины, а в них сыр. И все это в панировке. Ну а у меня были бычьи хвосты, паштет из них и картофельные крокеты. Тоже очень вкусненько. Вот бычьи хвостики я точно дома приготовлю. Это несложно в скороварке и очень вкусно. Ну а после ланча и вдохновляться как-то попроще. Так что впитываем дальше в себя всю эту красоту. Поехали. Ну а что может вдохновить более чем бриз морской, пальмы высоченные и прогулка около моря. Это был последний день отпуска сына. Мы еще оставались на два дня. И на следующий день, когда он приземлился в Стокгольме, он нам прислал фотографию. Все покрыто снегом. А через пару дней у них вообще намело сугробы в полметра. В общем, то, что называется, почувствуйте разницу. По променаду не просто приятно гулять, но здесь и детские площадки, и рестораны, и пляжи. И можно вылюбоваться яхтами, и даже позаниматься спортом. Но песочек, я скажу, так себе, серенький. Не наши белые прибалтийские пески. Но зато солнышко и погода – это никакого сравнения. Современная архитектура с видами с больших балконов на море – это, как правило, инвестиционные вложения. Ну, иногда там живут на постоянке люди, но в основном это все по сдачу, и цены у них абсолютно баснословные. И вот тут новый такой красивый фонтан. Жалко, не было воды и подсветки. Ну, подсветка, ясно, включается вечером. Но вот не было воды. По задумке создателей, вода должна каскадом спускаться с одной стороны на другую, потому что этот круг фонтана, он стоит под наклоном. Ну, и, конечно, подсветка. В общем, когда он работает, он еще прекраснее. Но сама скульптура, она настолько динамичная и грациозная, что даже без воды – это очень классно. Бриз был достаточно сильным, но воздух был теплый. И в сочетании с запахом моря это было здорово. Кстати, и для здоровья очень полезно. Поэтому многие на море проводят целый день. Кто-то рыбачит, кто-то просто гуляет, кто-то загорает. Но все двигаются вот как раз по направлению вдоль променады. КОНЕЦ 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 СПОКОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а люди не могут просто из-за того, что она тоже смешивается, ее пользоваться. Ну и вот такие спортивные площадки на открытом воздухе, тренажерные залы, где народ занимается. Но, кстати, они есть везде. Они есть в Латвии, они есть в Скандинавии, вот в Стокгольме их много. Там они все сделаны из дерева в основном. Но просто, конечно, климат абсолютно разный. И вот представьте, зимой вот так вот позаниматься на солнышке спортом, это, конечно, здорово. Продолжение следует... И вот как раз традисканция пурпура является объединяющим таким элементом, который связывает всю композицию растительную. А здесь мне просто понравилась идея бизнеса. Это, ну, прачечная или баня для ваших питомцев, самообслуживание. То есть вы погуляли и решили, что ваша зверюшка дурно пахнет, зашли, за 3 евро ее выкупали, и душистые, пушистые пошли дальше гулять или домой. Все реклите. Кстати, обратите внимание, что большие горшки или контейнеры можно также использовать как разграничители пространства. Ну, а вот и чудесная электропроводка, которую я вам обещала показать поближе. Причем это еще не самый страшный вариант. Я видела варианты и похуже, особенно в Малаге. И, конечно, опять очень странно смотрятся рождественские украшения. А вот этот райончик нам больше всего понравился. Здесь, в принципе, только стены. Остальное все уже зачищено. И поставлены металлические балки, чтобы держали конструкцию. И здесь, конечно, будет вестись очень серьезная реставрация. И появятся новые уютные и очень колоритные дома. Со старыми стенами, но с новой начинкой. Ну, а мы, гуляя по городу, набрели на эту симпатичную часовню. Здесь столько драмы, столько чувства. Здорово. И рядышком магазин с керамикой. Как современной, так и традиционной. Честно говоря, мне больше нравится традиционная или даже что-то такое арабское. Ну, а мы как раз, если уж заговорили об арабских мотивах, как раз мы двигаемся к стене арабской крепости. Вот вы ее видите вдали. Вообще это место очень такое атмосферное. И очень красивое. И главное, что все видите, как интересно оформлено. И дальше мы двигаемся по маленьким улочкам к школьному двору. Посмотрите, какая замечательная школа, какая уютная. Здание отделано керамической плиткой. Кругом стоят цветы. Во всем этом столько индивидуальности. Кажется, у этого здания есть душа. А вот так выглядит новостройка. И она мне нравится больше, чем на побережье. Около парка. Сейчас мы по нему прогуляемся. Кстати, я так и не поняла, для чего вот эти два столба, вот один и второй. Наверху свет. И они для чего-то еще предназначены, мне так кажется. Но я не могла понять. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и вот так вот выгуливают своих питомцев местные жители. Не знаю, как здесь, в Морбее, а в Малаге штраф, если ты не убрал за своей псинкой, 500 евро в городе. А если это исторический центр, 750 евро. Думаете, помогает? В городе, конечно, в старом чисто в историческом. А если только выйдешь за его пределы, следов от любимых питомцев достаточно много. Под ноги смотреть нужно постоянно. Конечно, безусловно, везде есть свои плюсы и минусы. Но плюсов здесь я вижу гораздо больше. Кстати, в Морбее климат вообще уникальный. Там никогда не бывает очень-очень жарко. Потому что горы горячий воздух не пускают. А холодный воздух, окей, прохладный воздух с моря все время охлаждает побережье. Даже в Малаге климат гораздо жарче. Кстати, мои дорогие, надеюсь, вы не забыли поставить лайк и написать свой комментарий. Ну и кто не подписан, подписывайтесь. У нас здорово и интересно. Сегодня мы заканчиваем с теплым испанским солнышком. В следующий раз мы будем гулять по английскому уникальному лесу. А после этого наш шопинг в гарден-центр. То есть в садовый центр в главный ботанический сад. Там тоже будет интересно. В общем, этот месяц у нас такой будет достаточно насыщенный. В Малагу мы еще вернемся. Я еще много вам должна там показать. А на сегодня всем пока-пока. Здоровья, тепла и мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо.